Мария, Мария, Мария Колесникова, музыкант, возраст 39 лет, когда 07.09.2020 политическая заключённая похищена белорусскими спецслужбами 7 сентября 2020 года, а несколько дней назад она была осуждена на 11 лет тюрьмы за якобы участие в государственном перевороте. Меня похитили в центре Минска 7 сентября. Многие из нас знали, что подобные преступления происходили и раньше, но этот случай показал весь цинизм, вседозволенность и преступность силовых структур в Беларуси. В интересах сохранения власти одного человека в центре Европы происходят похищения, избиения, убийства в отношении несогласных. Эти преступления анонимны и безнаказаны, но за каждым из них стоят конкретные люди на конкретных должностях из конкретных структур. И сегодня их имена будут озвучены. После моего похищения меня силой затащили в кабинет начальника ГУБОПИК МВД Корпенкова Николая Николаевича, где он орал, оскорблял, унижал и угрожал мне. Эта милая беседа проходила в его кабинете вместе с другими двумя господами. Это первый заместитель министра внутренних дел Казакевич Геннадий Аркадьевич и начальник ОАЦ Павлюченко Андрей Юрьевич. Кстати, эти лица вы очень часто можете видеть в официальных СМИ. Они поставили мне уртиматум. Либо же я сама выезжаю из страны и из-за границы делаю, что хочу. Либо меня вывезут. Живую или по частям. Поломают мне пальцы. Посадят меня на 25 лет на зону, где я буду шить рубашки силовикам. Эта милая беседа продолжалась в течение двух часов с перерывом на отдых. В камере-одиночке. Можете себе представить. Прокуренные темные унылые коридоры, где со стен смотрит дед. Витрины с вампелами и флагами и прочими КГБшными артефактами составляли очень странное впечатление. Мне казалось, что я попала в какой-то старый советский фильм. Вот эта милая дружественная беседа проходила до поздней ночи. Среди множества вопросов их интересовала моя личная информация. Кто автор текстов? Почему я утверждаю о фальсификациях? На каких основаниях я утверждаю, что Тихановская победила? Организовывала ли я массовые несанкционированные мероприятия? Пыталась ли я помешать работе госорганов? Связана ли я с нехта? Какие цели координационного совета? И понимаю ли я, что ответственность за избитых и убитых лежит почему-то на мне, а не на тех, кто отдавал приказы? Эти и другие темы вызывали у меня искреннее изумление. Они действительно считали, что существуют кукловоды, что извне кто-то пытается повлиять на ситуацию в Беларуси. А те, кто выходят на улицу, это преступники, а не мирные Беларуси. То, что сейчас происходит со стороны власти, разгон мирных граждан, избиение собственного народа, массовые репрессии и посадки тех, кто хоть как-то связан с выборной организацией, вот это преступление! Но, к сожалению, власть не слышит волю народа. Нет. Они не могут смириться с мыслью, что белорусский народ хочет другой жизни. Он готов к переменам и берет ответственность за свое будущее и будущее своих детей. Мы белорусы, мы народ, а не народец. И мы живем не на глочке земли, а в центре Европы. Мы ведь можем все изменить. Вы невероятные. Правда. Я перечитала колымские рассказы Шаламова. Вы знаете, очень многое изменилось с тех пор, но главное не поменялось. Лишение человека свободы – это ведь уже достаточное наказание, а эта система, как и ранее, пытается нас лишить еще и человеческого достоинства. Но, как бы ни было тяжело, человек всегда должен находить в себе силы и оставаться человеком. В стране развязана бойня против всего живого, человеческого, талантливого и профессионального. Я переживаю, что насилие продолжится, но власть не может найти в себе силы и смелость услышать волю народа и прекратить это абсолютное зло. И я боюсь, что чем дальше власть зайдет в насилие, тем сложнее нам будет вернуться к миру. Ведь режим падет, а нам всем здесь жить. И тем, кто бил и избивал, и тем, кого били и сажали. Эти все, кто меня похищали, они невероятно слабые и истерики. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос, и это не шутка, правда. Я не падаю и не собираюсь падать духом. У всех нас есть воля и сила. И каждый из нас может все изменить. Это очень важно. Понимать и не опускать руки. Я не нажалею ни на одну минуту о своем решении остаться. Я не боюсь уголовного дела. Я не боюсь тюрьмы. И я абсолютно уверена, что боятся должны те, кто совершает преступление. А мы сильные. Мы смелые. Мы вместе. И любовь сильнее страха. И любовь сильнее страха.